МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Игорь Илдашев. Я рад вам сообщить, что мы начинаем серию встреч и публикаций, а также видеорепортажей с Петербургского международного газового форума, 8-го, между прочим, 2018-м году. Дорогие друзья, если говорить о ПМГФ-2018, то он собрал с собой всех практически крупных поставщиков для газовой отрасли. Мы здесь встретили очень много заводов, предприятий, но одним из них является поставщик для переработки углеводородов компании Евромет. Компания Евромет представила не только обширный стенд, но, конечно же, очень много интересных, новшеств, новинок, более подробно о которых мы поговорим. С директором-паразитой компании Евромет Соколовым Андреем. Здравствуйте, Андрей! Почему вы приняли решение участвовать в Петербургском международного газового форума и что вы представили на собственном стенде? Добрый день, Игорь! Ну, решение было принято, потому что мы находимся в Санкт-Петербурге, как известно. Наши, так скажем, вотчины не имели права не участвовать в этом мероприятии. Это уже не первая выставка в рамках газового форума, на котором мы участвуем. Вот, в целом, значит, из того, что хотелось бы рассказать о нововведениях компании Евромет, на данный момент мы строим новый цех 1700 квадратных метров, который будет оборудован станками ЧПУ для обработки корпусов. Вот, пока в планах мы видим, это клапановентильную группу и в дальнейшем всю линейку арматуры, которую изготавливает Евромет. Значит, будет запланирована своя лаборатория для проведения различного вида контролей. Вот, значит, помимо этого расширение склада, увеличение складских позиций, потому что часто сталкиваемся с проблемой, когда заказчик хочет очень срочно получить оборудование. Ну, это, понятно, обуславливается тем или иными факторами, например, как аварийная ситуация на предприятиях и так далее. И здесь мы, как бы, уже неоднократно, значит, спасали, если можно так выразиться, очень оперативными поставками. Применялись там различные виды для ускорения, это доставка прямым курьером, самолеты и так далее. То есть, и, как бы, заказчик для нас это святое. Вот, учитывая также сильную конкуренцию на нашем рынке, мы, как бы, не можем себе позволить отказываться от каких-то там, может быть, даже совсем мелких поставок. Работаем оперативно и, главное, стараемся максимально качественно осуществлять поставки. Спасибо, Андрей. Ну, на самом деле, я помню лозунг вашей компании на баннере, который мы различаем в журнале, «Россия для тебя и с тобой». Расскажите, пожалуйста, как вообще вы сегодня относитесь к процессу локализации, к процессу импортозамещения, ваше мнение, как директора по развитию, которое происходит в отрасли. Дадите ли вы какую-то оценку этому процессу? Да, да, Игорь, конечно, да. Да, я отношусь, значит, к импортозамещению очень положительно. Это открыло для нас новые возможности, новые рынки. Ну, ввиду того, что жесткие санкции у нас именно вот в нефтегазовом отрасли применяются. Да, я считаю, это положительный фактор вообще для всего рынка в целом. Это еще большие возможности для изготовителей, проводить какие-то работы, изобретать новое оборудование, импортозамещать. То есть это позволяет нам всем работать. Это очень положительное явление. Оно, я считаю, нас только усилит. Понял. А все-таки по локализации часто ли вы встречаетесь с таким мнением, что вам предлагают, допустим, в России, мы знаем, что у вас есть своя производственная база, а зарубежная компания локализовывается. Были ли уже переговоры? К локализации мы, несомненно, готовы приглашать. Открыты для зарубежных там партнеров и так далее. Мы, в принципе, рассматриваем различные направления деятельности. Собственно, это нас как бы и подтолкнуло к строительству нового цеха, потому что тенденция такова, что заказчики приезжают на приемку оборудования, аудиты и так далее. Это такие, как Сибур, Газпром тот же. То есть, да, я думаю, что ни одно предприятие без замечаний не может пройти аудит. И это как бы позволяет нам провести свой анализ, понять, где нам нужно доработать, приложить усилия в каком-то направлении, ну и, соответственно, повышать локализацию с каждым годом, с каждым месяцем. Это все очень положительно сказывается, и для всех новшеств мы открыты. Также, пользуясь моментом, хотел бы обратиться к тем, кто просматривает канал. Мы приглашаем вас посетить нашу производственную площадку, готовы к открытию совместных производств, к повышению локализации. В данное время все очень непросто, работу проводить проще будет совместными усилиями. Ну и тем более, тут ни для кого не секрет, не совсем, скажем так, не все технологии, которые используются в процессах переработки и добычи, могут быть изготовлены на российском рынке. В связи с этим будем рады совместной работе. Приезжайте, обращайтесь. Замечательно, спасибо. Ну, на самом деле, уважаемые друзья, действительно, вот Андрей пригласил очень многие зарубежные компании рассматривать предложения, приглашения в локализации. Во-вторых, что Санкт-Петербург, наверное, является одной из лучших площадок, во-первых, близость Европы, во-вторых, сам по себе подход к производству здесь немножко иной, чем во всей стране, то есть здесь есть квалифицированные кадры, проблем с кадрами не может быть, это точно. Ну и третье, конечно же, мы знаем, что Евромет обладает собственной производственной базой, достаточно мощной, как в энергетическом понятии, так, собственно говоря, в сказких помещениях, также в производственных помещениях. Я так понимаю, мы беседовали с вашим генеральным директором, у вас есть планы приобретения нового оборудования и, скажем так, организации принципиально нового подхода к производству. Несколько слов об этом. Да, новое оборудование, ну, в частности, это ЧПУ-станки, уже в течение года ведутся переговоры с поставщиками и изготовителями станков. В принципе, понимание четкое у нас есть, что мы хотим приобрести, что и как мы хотим обрабатывать. Здесь могу добавить, что если изготовители станков просматривают видео, то, пожалуйста, на сайте есть контактная информация, присылайте свои предложения, мы с радостью их рассмотрим. Спасибо большое, Андрей. Ну, один из важных вопросов, это все-таки референс поставки для ваших заказчиков. Я помню, что на одной из выставок мы делали интервью вокруг большого затвора. Это была эксклюзивная поставка. Затвор, я так понимаю, уехал к заказчику и стоит уже какое-то время. Вообще, как у вас сегодня стоит дело с поставками? Кто сегодня является вашим, не скажем, что ключевым игроком, но в то же время показательным партнером, кому вы поставляете арматуру? Ну, из, скажем так, ключевой, наверное, можно назвать и предприятия Роснефти, и Сибура, также Газпромнефть. Недавно была хорошая поставка интересных затворов диаметром 1200 на давление 16. Мы, в общем, успешно отработали замечаний. Нет, по входному контролю также замечания имеются. Положились в срок. Продолжаем работать. Тот затвор, о котором вы говорили, да, он уже давно введен в эксплуатацию. Их на самом деле было порядка 30 штук. Входной контроль был пройден, ну, уже больше, наверное, года в эксплуатации находится. Это, я думаю, замечательное портфолио, потому что, уважаемые друзья, мы видели этот затвор. Многие косились на него, говорили, что очень слишком большой. Думаю, как бы, были очень много вопросов по поставкам, по гарантиям, по всему. Вот затвор проработал уже больше года. Будем следить за его судьбой. Я думаю, в следующем репортаже Евромета мы обязательно вспомним про него и расскажем про его судьбу. Андрей, спасибо большое за встречу. Ну, и в заключение хотелось бы спросить у вас, что вам дала выставка по МГФ, хоть и немножко прошло, но все-таки ваше первое впечатление о ней для наших зрителей. Ну, выставка организована, как всегда, на высоте. В принципе, я думаю, что будет от нее какая-то польза. Мы надеемся и верим в это, потому что все-таки это затратное дело, не для кого-то же это не секрет. Мы думаем, что мы найдем новых партнеров, по крайней мере, надеемся на это. Ну, и встретимся уже с теми заказчиками, с которыми работаем. Запланированы встречи, будем общаться, взаимодействие на высшем уровне, я думаю, будет. Спасибо вам большое. Ну, что ж, уважаемые друзья, вот этим интервью мы открываем серию больших встреч, ждем вас в следующих репортажах. Спасибо большое за внимание. До новых встреч, уважаемые друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.